Гретель-бот в Telegram. Какое время, такие и боты. Гретель — это, кстати, она умеет выпиливать вас из всех групп в Telegram, которые могут скомпрометировать вас в случае, если телефон попадет к третьим лицам. Ну и соответственно скомпрометировать участников этих групп, если эти третьи лица прочитают всю переписку. Для этого достаточно короткой команды SOS хотя бы в одной из групп, где установлен Гретель-бот и где вы зачекинены. Сейчас все поймете, просто сразу скажу — это круто. Кроме того, что у вас пропадут из ленты все группы, доступ к которым третьим лицам крайне нежелателен, участники этих групп еще и узнают, что вы в опасности. Так, давайте сначала найдем сам бот, чтобы не ошибиться. А вот он. Называется Гретель-сос-бот. И вот краткая инструкция по его использованию. Кстати, информации в сети по нему практически нет и из этой инструкции, прямо скажем, далеко не все понятно. Но есть я. Вот у нас с Гретель уже есть один общий чат, но это не значит, что Гретель выпилит меня из него в случае опасности. Мне еще нужно в нем зачекиниться. Где-то у меня есть тестовая группа. Добавляем сюда Гретель. Этого недостаточно, говорит она. Назначьте меня администратором с правом бана, а группу переделайте в супергруппу. Начнем с администратора. Этого управления группой. Администраторы. И добавить администратора. В принципе, можно не давать ей никаких прав, кроме блокировки участников. Но можно и оставить какие-то права. Должность у нее будет Гретель. Вообще Гретель это героиня немецкой сказки. Там фигурировала ведьма и избушка из сладостей. Кто является в данном случае ведьмой, примерно понятно. А вот насчет избушки надо еще подумать. Так, теперь займемся супергруппой. Насколько я знаю, все вновь созданные группы в Телеграм являются супергруппами по умолчанию. А вот группы, созданные давно, таковыми не являются. Для того, чтобы переделать группу в супергруппу, нужно просто сделать ее публичной. И, собственно, все. Теперь можно обратно переделать группу в частную. Статус супергруппы она при этом не потеряет. Не зная со вновь созданными группами, на всякий случай можете также проделать такую операцию. Дальше про небольшое ограничение бота. В нем явно нет дискриминации по половому признаку, но есть дискриминация по социальному статусу. Дискриминация админов. Как написала админ одной из групп, в которой я состою. Гретель не может удалять админов из группы. Поэтому, если вы админ, выпиливайтесь самостоятельно. Тут я админ, поэтому покажу на примере аккаунта второго участника. Хотя показывать-то тут и нечего. Сначала вам нужно зачекиниться в группе, команда слэш чекин, и в случае опасности вы набираете команду слэш сос. Не переживай, успевает крикнуть Гретель и пропадает из вашей ленты вместе с группой и со всеми группами, где вы зачекинились. А остальные участники во всех группах получают надпись, что вы в домике, из чего делают вывод, что вы в большом доме или красном здании, если по-стругацким. Не знаю, случайен ли в данном случае символизм или разработчики очень тонко играют с мыслами, напомню про домик из сладостей и то, что детишки ведьму в итоге сожгли, домик разграбили и им хватило на долгую и безбедную жизнь. Единственное, я не смог вернуть участника в группу командой Invite. Но ничто не мешает вам вернуть участника и вручную. Ну что еще сказать, можно только повторить. Какое время, такие и боты. Ничего, котики вернутся. Не переживайте. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.